друзья добрый вечер мы едем на мокреницу это прогулочная деревня расположена от волоса в горах на горном массиве пилион примерно одна дорога это 8 километров другая на 5 километров длиннее здесь влажность 0 процентов очень красивое место сейчас мы погуляем посмотрим колорит этой деревне сюда возят туристические группы сейчас тут припаркуемся и пойдем пешком дальше дороги нет есть паркинг выше сегодня пятница много машин водичка припарковались идем прогуляться много туристов до сувениры травы и типор макароны типа пастилы такой сладости сувениры разум ну что ты там присмотрела что мы приехали тут так прохладно волосе жарко хорошо ли не вот обновку купили ветровку было что одеть обновили моментально это что в греческом стиле да тут и зимой туристы мы ему очень любим этот место все наши друзья любят кто сюда приезжал а потому что видишь благодаря осликам они добираются трудодоступные что ты там увидел это святой это вообще это вообще отдельная тема али носики здесь популярны потому что у них же вот смотри мы приехали все дальше дорог нет ну вот это одна она скоро закончится и благодаря осликам и лошадкам можно добраться там тяжести какие-то привести водичка горно пить ее можно не не бойтесь в горах если видите подобное швабра сейчас снимать вот они их плетут на 1 мая и продают они продают нет но здесь они продают сувениры они здесь конечно не на 1 мая плетут в разное время жасмин какой вот лена спускается забралась как высоко нравится тебе воздух конечно вот летом у кого есть возможность материальная надо жить в горах проехала 8 километров и ты возле моря потому что летом июля вот здесь жаркие месяца а здесь время хорошо в горах ну мы приехали приезжать сюда стоит раньше где-то часов пять мы поздновато приехали пока следы покупки совершали очередной вот он волос внизу здесь конечно очень красивый обзор со многих мест на смокренице особенно вот и приезжать часов пять потому что уже быстро вот мы шли уже тень здесь еще солнце суббота воскресенье много людей ну если приехать пять припаркуйтесь если приедете особенно в летний сезон вообще здесь же очень узкие дороги посадки крыши они припаркуешься просто какие-то древние крыши нет ну это из камня они не древние нет школы здесь нету нет нет здесь только дома нет ну они возят детей если живут дети то возят здесь автобусы а да ну вот расскажи я снимаю и так ирина симпатичная собачка какая интересная кладка у домов какие красивые вазоны декоры кустас нас уже не выдержал он пошел пить кофе хорошо я снимаю машина ой я сейчас тебя на такую живописную лавочку отведу на отвесную скалу тут очень ароматно и пахнет зеленью розмарин да тут расстанемся за ночью да и тоже кайф что мало людей ооо сейчас да такой период и в будние тоже тут никого нет и как тебе везет в каком ты регионе да ты что да ладно не ну тут так климат и природа шикарные не витамин D кстати в норме обычно у всех страдает у меня хороший анализ слава богу здесь тоже домашние макароны макаронные зелья делают зеленые это со шпинатом красные есть с морковью со свеклой ну похоже и в Италии такое привычное угу глиняная посуда да глиняная посуда еще очередной вид на волос какая красота да горы горы тут кругом находимся на горном массиве пилиона кроме этого вокруг еще горы разнообразные кафешки тут очень много кафе в заведении кофе попить покушать ну это у греков везде Лена а что тебе вот греться чем она вот чего у нас много чего мало Греция да про волос хочу сказать много магазинов фантастически много магазинов ах сплошные улицы да а что много много солнечных по сравнению собак с Россией про этих собак ну Россия смотри какой регион ты берешь московский если брать Сочи то там тоже достаточно солнце воздух чистый ну воздух здесь супер вот это место это много кошек много мотоциклов ты в каждом репортаже про это говоришь ты знаешь да вот в волосе какая то напряженка с магнитами а вот в этих всяких таких деревушках можно купить а вот видишь как они варенье готовят они берут целые фрукты и потом делают сиропы вот это инжир но очень сладко мне не не очень греческое варенье очень сладко да морковь вот видишь морковь ну все тут разные фрукты но я тоже варенье из моркови в казинаке смотри вот эта кафешка мне она так нравится это все время очень красивые цветочки вот видишь карта 850 метров над уровнем моря 0% влажности 17 километров от волоса но это смотри с какой стороны заезжает тут несколько дорог 1200 четвертого года мокреница основана это церковь это платан у них очень много платана вот все старые тут даже металла мы его требуем они создают густую тень и летом конечно тут не жарко это кафе бесконечное зайдем? да в кадре 1204 года деревня очень старинная что-то они не следят тут обычно песок а тут страшной воск а может они воду наверное а это вода а воду падает воск все я помню с другого выхода с другого выхода выйдем сейчас было много снега в этом году столько с гор воды здесь обязательно одевайте обувь которая была фиксирована пусть это будут босоножки или кроссовки зафиксирована нога вот это вниз если ты спустишься там кафе а мы пойдем наверх там такая есть обзорная площадочка небольшая посмотришь Ира а где Костас? Костас мы надоели он пошел пить кофе как всегда греки ходить много не любят постоянно пьют кофе часами да благо что они пьют холодные им не за что переживать вот ходить они много не любят в основной своей массе а мы любим да, Лена? а мы да движение это жизнь по 7-8 да я тоже каждый день хожу много Местные жители мало нет живут тут но немного людей видишь а унизу как-то хорошая кухня здесь птички поют цветочки цветут собачка неспешная жизнь ой они никуда не спешат они все сега-сега в греческом алфавите гамма сега-сега это тихо-тихо это их девиз мы их сейчас подвинем иди аккуратно в стороне кафе или пластины да, да тяжесть но зато на всю жизнь зато прокладно ну я думаю не знаю прохладно или нет наверное прохладно тут в горах вообще хорошо всегда мы идем на эту лавочку скучно вот мы выгнали греческих парней и снимаем видео надо было надо было это закрепить да не, ну неудобно может они не хотят попасть в сквадер вообще тут такой спуск честно тебе скажу очень страшно не упади нет, я туда не пойду внизу это инжир обзор конечно красивый очень поцеловали памятник да поцеловали памятник уже мхом поросла да вот они делают от таких чешуйки не знаю мы идем дальше в деревню раньше мы ходили туда прямо до поляны с Костасом в деревню а потом они перекрыли а это грецкий орех? да, да это грецкий орех зеленый грецкий орех здорово мне нравятся их балкончики цветочки все просто красиво смотри какая гора да прямо в колесо скала скала потихоньку ух ты видишь как они карабутаются ну вот так и ходят почему ослики у них везде на магнитах вот по этой дорожке к которой мы идем конечно ослики наверх не знаю сюда пройдет ослик о да зима дождь вот так ходят пешком посмотри внизу вон там знаешь сколько внизу домов еще столько зелени да насыщено все влагой видишь у всех все закрыто раньше мы туда шли-шли и все а там теперь вон калитка мне тоже пахнет как у нашей бабушки да в деревне да такие же моршанские это уж пошли отсюда пойдем мы испугались змей и уходим мы в босоножках а розмарин какой иду я я многих деревушках была Греция здесь поразили конечно еще раз повторюсь крыши и вот эти дорожки водица с гор бесплатная да это вообще попробуй спустись туда там внизу видишь дома и рестораны мы тут в ресторане летом были очень хорошие кухни видишь тут какая обзор площадка кафе, кафе, рестораны здесь можно и кофе попить и покушать уже такая туристическая зона не как в власти кофе, это кафе рестораны это рестораны таверны это таверны ибхис кафе ибхис шоколада а вот это видишь за евро бросишь можешь на волос посмотреть людей сегодня бхим бхosis а вот как за водой а вот как за водой бхи бхи вот как за воду